Около 6 тысяч безработных граждан зарегистрировано в центрах занятости населения Карачаева-Черкесии. Непростая ситуация, сложившаяся в связи с эпидемией коронавируса, также повлияла и на количество незанятых на работе жителей республики. В обработке центрах занятости находится в электронном виде еще 8800 заявок о постановке на учет. На какую поддержку могут рассчитывать безработные граждане в период пандемии, выясняла Мадина Каракетова. Остаться без работы плохо, а остаться без возможности заработать в период опасной пандемии плохо вдвойне. Сайты объявлений, такие же интернет-аккаунты в последнее время пестрят просьбами оказавшихся в сложной ситуации жителей республики предоставить хотя бы временную работу даже уборщика частных домовладений. Ситуацию на рынке труда, исполняющей обязанности начальника отдела занятости населения, управление государственной службы занятости населения Карачаева-Черкесии Алина Батчаева называет сложной. В сравнении с периодом январь-июнь прошлого года, в том же периоде этого года, количество безработных выросло на 107,8%. Уровень безработицы составил 2,7% от численности экономически активного населения. Коэффициент напряженности составляет 3,7% незарегистрированных безработных граждан на одну рабочую вакансию. И в связи со сложившейся ситуацией, естественно, заявленная потребность тоже уменьшилась. 1 890 рабочих мест у нас на 1 июня было заявлено. Тоже уменьшилось на 4,2% по сравнению с прошлым годом. На 1 июня в качестве безработных в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано 5 771 человек. С 9 апреля еще 8 800 человек подали заявки дистанционно. По словам Арины Батчаевой, государством в период пандемии коронавируса предусмотрена существенная финансовая поддержка безработных граждан. 7 марта у нас было постановление 346, где предусматривалось увеличение размера максимального пособия до 12 130 рублей. 13 июня этого года вышло новое постановление с изменениями 844. Оно только вступило в силу. И в соответствии с этим постановлением увеличивается размер минимального пособия с 1500 до 4500. Предусмотрена и поддержка для неработающих матерей с несовершеннолетними детьми. Им начисляется плюс к этому пособию, начисляется надбавка к пособию по 3000 на каждого несовершеннолетнего ребенка. Например, вот мамочка, она получает 4500, у нее двое несовершеннолетних детей, она будет получать 10500 ежемесячно в течение трех месяцев. Сложной ситуацией оказались и самозанятые граждане. Многие вынуждены были приостановить деятельность, а некоторые и вовсе закрыть свой маленький бизнес. Этой категории населения также предусмотрено пособие в размере 12 130 рублей. Срок действия социальных мер поддержки продлен до 1 октября 2020 года. Еще одно нововведение. Те, которые уже состоят на учете, которым начисляется минимальное пособие, им за май и июнь будет сделан перерасчет. В управлении Государственной службы занятости населения республики напоминают, что ведомство в период пандемии работает в удаленном режиме. Заявления принимаются дистанционно. Для того, чтобы подать заявление дистанционно, соискатель может зайти в портал «Работа в России». Есть такой портал, он уже действует в России уже несколько лет, находится в активном пользовании. На этом портале безработные могут посмотреть и интересующие вакансии, они могут подписаться на рассылку подходящих вакансий. Могут посмотреть вакансии не только по регионам России, но и у нас во всех муниципальных городских округах республики. Здесь же вся информация о работодателе, вакансии, предлагаемой заработной плате, информация об актуальных инвестиционных проектах, услуга бесплатная. Единственное, что потребуется от соискателя, быть зарегистрированным на портале государственных услуг и резюме. Кроме того, по словам Алины Батчаевой, Министерством труда России уже разработан документ, предусматривающий дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в регионах России. Программа начнет действовать с 2021 года. Для удобства жителей Карачева-Черкесии в Управлении государственной службы занятости республики работают телефоны горячей линии, по которым специалисты проконсультируют по всем интересующим их вопросам. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Андрей Карамов. Вести Карачаева, Черкесия.